Всем привет! Четвертый выпуск КПИ-науки сегодня проведу я, Натали. Усаживайте поудобнее. Сегодня мы продолжим знакомство с интересными проектами КПИшников, а также расскажем вам про научное содружество студентов и аспирантов, или, проще говоря, НТСА. НТСА основана в 98-м году. Их миссия – создать творческую научную среду в КПИ. Уверена, ты не раз слышал про такие инициативы, как летняя школа, КПИ-опен, дебаты и разговорные клубы, проект Соловей и, возможно, в волновной встрече и конференции, организованной НТСА. Начнем с летней школы. А, впрочем, пусть сами организаторы и расскажут о ней. Участники летней школы – это в основном студенты-бакалавры, магистры, аспиранты и также молодые ребята, которые не имеют академического образования, занимаются, к примеру, стартапами или самоучки. Какая в этом году планируется программа «Стримы»? В этом году мы традиционно продолжаем линию стрима нейронаук, добавив к нему более компьютерных фишек. Продолжаем тему «Дейта аналисис» на «Applied Computer Science» стриме и представляем два новых стрима. Это стрим по 3D-принтингу и преображенный «Операционный ресерч», который превращается в «Смарт-ситис» и включает в себя энергетику и урбанистичную аналитику. Летняя школа – далеко не единственный проект, организатором которого является НТС. Сегодня мы с командой КПИТВ решили посетить очередную лекцию в рамках проекта «Соловей». Больше сотни студентов собрались сегодня в седьмом корпусе, чтобы поглазеть на 3D-принтер, увидеть его в работе и послушать лекцию «Телепортация роботов на Марс» от Дмитрия Бирюкова. Рядом со мной сейчас находится человек, который занимается продвижением 3D-принтинга в Украине. Привет, я Дима. Привет, я Давид. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем именно вы занимаетесь, в какой сфере работаете? У нас есть небольшая такая лаборатория 3D-печати, она называется «Эдлаб». Там мы занимаемся печатью, тестированием принтеров, тестированием пластика. Нас поддерживает несколько компаний украинских, которые занимаются 3D-печати. И, собственно, этим мы и развиваем рынок, и немножко на нем работаем. Расскажите нам, как преподаватель летней школы, как именно проходит процесс обучения? Ну, процесс обучения будет построен на реальном проекте. И в процессе школы мы научим ребят всему процессу, от создания модели до конечного изделия. Плюс эти изделия будут не просто игрушками, а выполнять какую-то конкретную реальную функцию. А в своих лекциях вы уделяете внимание больше теории или практике 3D-принтинга? Только практика, только хардкор. Можете, пожалуйста, рассказать подробнее о проекте «Соловей»? Так, проект «Соловей». Власне, я решил его запустить, чтобы запрошивать украинцев, которые достигли какого-то успеха або в науке, або в индустрии, або в бизнесе, або в развитии громадянского общества. То есть, что угодно. Бажано было показать, что в современной Украине можно делать качественные вещи, смотря на кризу, на войну и тому подобные моменты. Мы пишем его латинскими литрами так, что это выходит, как соло шлях, окремый, ивей, власне, все шлях. То есть, это створяет такое, как навантажение на то, что это люди не рухаются власным шляхом. А где можно узнать о предстоящих встречах? Ну, у нас есть спільнота в социальных мережах, как в ВКонтакте, так и в Фейсбуке. Но, окременно, у нас также есть дайджест НТСА. Это рассылка электронная, на которую можно подписаться на нашем сайте ssa.org.ua. И вам еще тиждень, в понедельник, будет проходить рассылка, где, в частности, будет информация про лекции соловьев. Мало кто знает, на каждый четверг в здании 14-го корпуса в 56-й аудитории проходит подпольное собрание английского языкового клуба от организатора НТСА. Давайте же посмотрим, что происходит за закрытой дверью. Скажи нам, пожалуйста, как давно вы здесь собираетесь? Ну, уже больше года, точно, но я объединилася только полгода назад, но сам этот Speaking Club существует уже больше года, и все, думаю, о него знают. Как много человек посещает каждое занятие? Людей 10, это точно, иногда больше, иногда меньше, зависит от того, какой период. Может, это аттестация или сессия, тогда людей трошки меньше. Зазвичай, 10 людей есть. Недавно прошел фестиваль Kiev Mini Maker Faire, на котором Ярослав Калагривов рассказал о проекте Сикорский челлендж и крутых капышных стартапов, которые смогли. Видео смотрите тут. Помните капышных ребят с прошлого выпуска, которые отправились покорять Винницу на национальном и так этапе инженерных соревнований IBEC. Так вот, именно они и одержали победу. Поздравляем их и желаем им удачи на следующем этапе в Португалии. 27-28 июня на арт-заводе Платформа пройдет масштабный фестиваль науки и творчества Make It Show. Ждите репортажек от КПИТВ. Португалия на арт-заводе Платформа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С вами была Наталья Сенченко. Интересуйтесь наукой вместе с КПИ-ТВ. Хорошего вам дня. Наука или научка?